Привет, дорогие друзья! Вадим и канал Австралии по-житейски. В этом видео я вам расскажу про столицу Австралии Канберу. Итак, как вы можете видеть, не так давно мы посетили этот город. Но мне не хотелось бы делать очередное сотое видео о том, как я съездил в Канберу, что я там увидел. А мне хотелось бы сделать видео, которое будет полезно тем, кто рассматривает Канберу как постоянное место жительства или же как первый город, где можно осесть в Австралии. Для некоторых это будет вообще единственным вариантом, особенно для тех, кто идет по визе как номинации штата. Итак, друзья, возможно вы знаете историю Канберы, как она была основана. Она была заложена Канбера в 1908 году после жарких споров, что же станет столицей Австралии, Мельбурн или Сидней. И в конце концов решили построить абсолютно новый город, выделили территорию внутри штата Новый Южный Уэллс и заложили город. Название Канбера происходит из языка аборигенов, который обозначает место встречи. Почему? Ну, собственно, понятно. Однако первые европейские поселенцы на этой территории уже были в 1820-х годах. Так что город хоть и основали с нуля, но здесь уже жили европейцы. Что касается современной Канберы, сам город насчитывает порядка 380 тысяч жителей, но с пригородами получается, наверное, 420 или 430. Много это или мало, но для сравнения в Сидней живет 4,5 миллиона. И давайте в этом видео мы немного сравним, скажем, Сидней, Мельбурн или остальные австралийские города с Канберой. То есть, стоит ли переезжать в Канберу и чего ожидать от этого города. Итак, давайте начнем с Азов. Что касается климата. Как вы знаете, практически все австралийские города расположены вдоль побережья и, соответственно, климат там относительно мягкий. И все зависит от широты. И, естественно, море, оно сглаживает колебания температур, более высокая влажность. Однако Канбера находится в глубине материка. До моря 250 или 300 километров. И, соответственно, более низкой влажностью. В Канбере более жаркое лето, но и более холодная зима. Исторические рекорды были зарегистрированы в январе, когда температура достигла 40 градусов. И, насколько я помню, это было последние года 2 или 3. А самый холодный минимум был зарегистрирован в июле, когда столбик термометра упал до минус 10. Почему? Потому что Канбера находится не так далеко от наших знаменитых австралийских гор Snow Mountains. И до Snow Mountains, до центра, где проходят все лыжные соревнования, где можно кататься на лыжах, всего лишь 2,5 часа езды на машине. Кстати, до Сиднея из Канберы ехать всего 3 часа по очень хорошему 2- и даже 3-х полосам мотовые. Что касается уклада жизни. Ведь многим интересно именно это. Если, скажем, взять Сиднея и Канбера, то это как бы 2 противоположности, 2 совершенно разных города. Почему? Допустим, если вы в Сиднея пройдетесь по центральной улице даже в час или в 2 ночи, то вам может показаться, что на улице часов 6 или 7. Потому что очень многолюдно, открыто кафе, открыто ресторан, открыто даже многие магазинчики. В общем, жизнь кипит. В Канбере обычно с заходом солнца жизнь уже замирает. То есть, сам уклад жизни в городе совершенно иной. И многим поэтому кажется, что в Канбере скучно, в Канбере абсолютно нечего делать, потому что там нет ночной жизни. Также город немного отличается и архитектурно. Мне лично Канбера очень напоминает Швейцарию. Такая маленькая Швейцария в центре Австралии. Почему? Ну, во-первых, это самый ландшафт, потому что Канбера окружена горами. И потом Канбера архитектура очень сильно отличается от архитектуры Сиднея, Мельбурна, Бризбана, других крупных австралийских городов. Которые сделаны по принципу большого центра, где большие высотки в 60-80 этажей. И вокруг частный сектор, ну, за исключением Сиднея. Потому что в Сиднея есть еще маленькие центры, как Парамата, Хорнсбей или Бэнкстаун, где тоже есть относительно высокие дома. Но остальные австралийские города, это большой центр с высотками и обычный частный сектор. Канбера, она более ровная. В Канбере очень много и трех, и пяти, и семи, и десяти этажных строений. И вообще она более так выглядит по-европейски. Хотя на первый взгляд кажется, что большинство домов были построены где-то в 70-х, в начале 80-х годов. Очень много бетона, очень много стекла. Но Канбера расстраивается, и каждый раз, когда мы туда приезжаем, обязательно я вижу какие-то новые строения, новые здания. В общем, город потихоньку обновляется. То есть Канбера, она и спланирована лучше, и дизайн города как такового очень хорошо, очень близко напоминает Европу. Также Канбера, будучи столицей Австралии, включает в себя очень много всего национального. И помимо многих посольств, а также верхней и нижней палаты парламента, что неудивительно. Кстати, в парламент можно зайти, даже можно зайти на совещание, посмотреть, как там парламентарии принимают закон. Ведь они сидят на нашей шее, на шее налогоплательщиков. Там же находится и высший суд, и между прочим, в Канбере находится самый лучший австралийский национальный университет. Помимо этого, в Канбере есть национальная библиотека, национальная галерея, музей Второй мировой войны, музей паровозов. И находится очень хороший центр для детей и подростков, который называется Квистакон. Видео об этом скоро будет. Там в этом центре очень хорошо и наглядно объясняется и показывается основы физики, химии, оптики. В общем, очень интересно. Очень много там роботов, всяких механических машин. Кстати, в Канбере находится штаб-квартира австралийского исследовательского центра, который называется CSIRO. Очень много филиалов, но, в принципе, если вам интересна наука, погуглите, посмотрите. Очень интересные изобретения они делают. Также в Канбере проводятся ежегодные полеты на шарах. В Канбере находится очень хороший сад. Кстати, там очень хороший ботанический сад. А есть такие мини-сады. И если не знать масштаб, то можно подумать, что это настоящий город. Там сделаны макеты самых лучших архитектурных строений за всю историю человечества. Также в Канбере проходит ежегодный флориад в сентябре месяце, когда обилие цветов буквально поражает. Очень здорово. И несмотря на то, что Канбера окружена горами, сам город, он относительно плоский. Там очень удобно ездить на велосипеде. И, кстати, общественный транспорт, а именно автобусы в Канбере развиты очень хорошо. Они все ходят по расписанию, в отличие от Сиднея, когда автобусы могут опоздать и на 30, и на 40 минут в зависимости от пробок. И движение в Канбере очень хорошо продумано. Трафик фактически нет. Но есть один большой недостаток. Это рандобаут. То есть круговое движение. И те, кто попадает в Канберу первый раз, в этом очень легко запутаться. Очень тяжело найти съезд. Очень тяжело куда-то проехать. Но немного покатавшись по городу, вы очень быстро освоитесь. Еще один из недостаток, что в Канбере фактически отсутствует центр. Есть там небольшая площадь, которая называется Питша или Пьетра Плаза. Очень там красиво, но все равно для центра это, честно говоря, маловато. Но в Канбере можно очень хорошо покататься на велосипедах. В центре Канбере находится искусственное озеро. А в центре озера находится знаменитый фонтан Кука, где струя бьет на высоту, я не знаю, метров, наверное, 30 или 40. Очень такой мощный напор. И недавно мы тоже сделали покатушки на велосипедах. Об этом тоже будет попозже видео. И сама Канбера, она еще напоминает Европу своими деревьями, что ли. Потому что, если взять Сидней, в основном здесь эвкалипты, пальмы. Но в Канбере очень много листных деревьев. В Канбере очень много деревьев, которые меняют свой цвет, скажем, на красный или на бурый. И это очень хорошо похоже на такую среднюю полосу в России или такой типичный европейский пейзаж. Вот, ребят, вкратце именно так. То есть, основной минус Канбера в том, что нет активной ночной жизни. И поэтому многим кажется, что в Канбере жить скучно. Однако, если вам не нужны какие-то ночные развлечения, если вы не фанат дискотек и каких-то ночных шарах, то Канбера будет очень уютным местом для проживания. В общем, ребят, так вот получается итог. Надеюсь, эта информация вам была полезна. Если кто-то из вас живет в Канбере или проживал там некоторое время, то, пожалуйста, поделитесь своими наблюдениями. Они будут очень полезны всем тем, кто будет смотреть это видео в будущем. Оставляйте ваши комментарии. Если у вас есть какие-то вопросы, то спрашивайте, отвечу. Если вопросов будет много, то можно сделать еще видео-продолжение. Но я надеюсь, что эта информация была вам полезна. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал. И до встречи в следующих видео. Удачи, друзья. Пока.